всех приветствую продолжаем знакомиться с главами книги библии в иллюстрациях гравюра на дереве юлиуса шнор кон карольсфельда библейскими текстами по синодальному переводу обращение евнуха и фиоплянина а филиппу ангел господин сказал встань и иди на полдень на дорогу идущую из иерусалима в газу на ту которая пуста он встал и пошел и вот муж и фиоплянин евну вельможа кондакии царицы эфиопской хранитель всех сокровищ и приезжавший в иерусалим для поклонения возвращался и сидя на колеснице своей читал пророка исаев дух сказал филиппу подойди и пристань к сей колеснице филипп подошел и услышав что он читает пророка исаев сказал разумеешь ли что читаешь он сказал как могу разуметь если кто не не наставит меня и попросил филиппа зайти и сесть с ним а место из писания которое он читал было сие как овца введен был он на заклане и как агнец пред стригущим его безгласен так он не отверзает уст своих в уничижение его суд его совершился народ его кто разъяснит ибо землюца от земли жизни его явно же сказал филиппу прошу тебя сказать о ком пророк говорит это о себе ли или о ком другу филипп отверз уста свои и начав всего писания благовествовал ему об иисусе между тем продолжая путь они приехали к воде и евнук сказал вот вода что препятствует мне креститься филипп же сказал ему если веруешь от всего сердца можно он сказал в ответ веру что иисус христос и сын божий и приказал остановить колесницу и сошли оба в воду филипп и евнух и крестил его когда же они вышли из воды дух святой сошел на евнуха а филиппа восхитил ангел господь и евнух уже не видел его и продолжал путь радуясь текст по книге библии иллюстрациях гравюры на дереве юлиуса шнур фон король сфель библейскими текстами по синодальному переводу пока пока до свидания